Добрый день! Я нахожусь в ВИП-студио 3D-хирургии доктора Гурьянова. И мы продолжаем серию роликов, посвященных индивидуальным подглазничным имплантатам. Нижние кореорбиты формируют вид глаза и окружающего области, а также определяют контуры средней трети лица. В ВИП-студио 3D-хирургии доктора Гурьянова обратилась пациентка с жалобами на некрасивые провалы под глазами. Ее глаза несколько на выкате, щеки слабо выражены, из-за падения под глазами создают ступеньку над щекой. Такое положение глаз, при котором они значительно восстают вперед относительно нижнего края орбиты, называется отрицательным вектором глаза. Люди с отрицательным вектором, как и наша пациентка, сталкиваются с типичным осложнением при попытке исправить некрасивое нижнее веко с помощью блефропластики. Это округление глаза в просторечии, именуемое рыбий глаз. У меня под глазами появились очень большие провалы. Созывалось ощущение, что лицо просто стекло вниз, из-под глаз, в щеки. И, как я думала, восполнить этот объем, сделав липофилинг. Но, как выяснилось, что у меня совершенно нет опоры, на что этот липофил укладывать. Не хватало костных тканей. Изначально я планировала делать блефропластику, потому что проблема уже была с веками. При сканировании выяснилось, что у меня очень большая глазница, что липофилинг не исправит мою проблему, и мне нужны импланты. А чтобы восполнить, один неизостающий объем глаз. Учитывая индивидуальные анатомические особенности, нашей пациентке было отказано блефоропластики. Взамен ей предложено более эффективное в ее случае операция по исправлению врожденного дефекта скулы и нижнего края орбиты. Индивидуальный имплантат позволит достичь красивого контура скулы и создать опору нижнего века. Установка имплантата края орбиты дает возможность выглядеть свежее и моложе. Благодаря имплантату улучшается и эстетика глаза. Он становится более миндалевидным и красивым по форме. Кроме того, пациентка пожелала придать своему носу более юный вид, немного вздернуть и заострить кончик носа и уменьшить горбинку. Проект операции был рассчитан при помощи трехмерного моделирования. Был определен круг минимальных изменений, который сохранил индивидуальные черты носа. Моделирование помогло представить, что меня ждет по окончании процесса реабилитации. То есть хотя бы видеть примерный результат. Не на словах, что мы вам здесь добавим, тут добавим, а это было показано. Это было, наверное, как очень показательно. И результаты примерно такие, как мы моделировали. Все достаточно точно. Доктору я доверилась, потому что доктор внушал мне абсолютное доверие, абсолютное спокойствие, пусть я прониклась к нему, и его уверенность передалась и мне. Подглазничные плантаты, разработанные вип-студио 3D-хирургии доктора Гурьянова, это комплексный рациональный метод гармоничной коррекции возрастных и эстетических проблем средней трети лица, которые не устранимы с помощью обычной пластики нижних веков. Сразу после операции я чувствовала эйфорию. То, что все уже позади. Я не чувствовала ни боли, мне было все достаточно комфортно. На третий день примерно я почувствовала ответ. Это начинался процесс такой реабилитации, скажем так, который уже к шестому дню начал спадать. Имплантаты я не чувствую совершенно. Ни ощущений инородных тел, ничего такого нет, все мое родное. Наоборот, даже я чувствую, что здесь появились кости. Это реально так, заполнен объем. У меня нет реальных провалов, у меня их нет. Все очень красиво. Я своей операцией довольна, и никаких ни побочных эффектов, ничего я не чувствую. Мне было поясно за глазничный нерв, но лицевой. В имплантах есть специальное отверстие. И очень аккуратно обходит этот нерв. В общем, я считаю, что у доктора чудесные руки. Что он умница и молодец. И лицо у меня живое, у меня не пострадала ни одна мышца. Все восстанавливается. На сегодняшний день, это два месяца после операции. По ощущениям кожи все чувствуют, все живое. Остались небольшие тяжи. Там, где были проколы, через которые вставляли импланты по глазу. Но они уже далеко не такие, как это было 8 месяцев назад. И реабилитационный период длится примерно 4 месяца. Я думаю, что к 4 месяцам у меня вообще все остается. Приходите на консультации к доктору Гурьянову и подписывайтесь на наш канал на YouTube. С вами была Надежда. Всего вам доброго. Дорогие зрители, в комментариях к этому ролику напишите, пожалуйста, видео, на какие темы вы хотели бы посмотреть. И мы их для вас обязательно отснимем. Продолжение следует...